Следственный комитет райской федерции Запрошена Надежда Митюшкина, активное движение «Солидарность» Организатор провести всех наших митингов протеста Здравствуйте, Надежда Здравствуйте Надежда, расскажите, пожалуйста, как сегодня проходил допрос Что от вас хотели исследовать, среключить эту информацию Насколько это было корректно, насколько возможно Ну, давайте сразу говорим, что это был не допрос Меня вызывали для дачи объяснений Вызывали меня как заявителя митинга 24 декабря Вопросы, ну, в большей части были корректными И вполне такими техническими Кто был заявителем, знакомый ли я с другими заявителями Кто выступал Понятно, что я делала на митинге Ну, понятно, какого Хотя с одними, неожиданно прорывались вопросы Каких порядок я придерживаюсь В каком движении я создаю Но если, как бы, со мной был адвокат Ну, если я, там, по совету адвоката отвечала, что, в общем-то, к этому имеет отношение вообще То, соответственно, ко мне не настаивали ответа Вот Меня спрашивали, слышала ли я выступление Навального на митинге 24 декабря, на митинге 5 Вот Но, как раз, я практически на всех митингах работаю где-то за сценой Поэтому, если бы, я бы советовала следователю хоть раз сходить и понять, что человек находится за сценой При этом еще что-то делает Слышать то, что происходит на сцене, практически невозможно Вот Меня спрашивали, знаю ли я что-нибудь про НКС, Национальный комитет спасения Вот Я, в общем, который, типа, вроде бы, как организовал Навального Я, честно говоря, не слышала о чем-то такой комитет Но, что, в общем-то, именно ответила Вот В этом мероприятии продолжалось порядка часа Вот Ну В общем, мне показалось, что это, скорее, такое достаточно Ну Не то, что официальное, да Но, вот, как бы, нужно опросить заявителей Вот их и опросили Потому что ничего, как бы, такого существенного от нас не ждали Вы, в качестве самоотношения, какое бы нам было, было бы, отрицательное Ну, вы знаете, труска, конечно, нет Но я и не скажу, что она была какой-то, прям, вот, сильно негативная Скорее, такое, умеренное Помимо Навального еще, может, с какими-то личностями лидеров оппозиционных интересовались у нас? Нет Напоминали фамилии только вот заявителей Ну, соответственно, и фамилия Навального А давали вам как-то понять, что придется, вот, приходить по болотному делу? Нет, по-моему, к этому следователю это просто не иметь никакого отношения И, соответственно, по этому поводу ничего не обсудили Не говорилось Ну, а как вы сами вот это дело болотное оцениваете, что, потому что 13 человек арестованы, там, да Кто-то под домашним арестом Ну, вы знаете, именно как заявитель всех предыдущих митингов, там, перед этим митингом До последующего, 12-го, я могу сказать, что С самого начала полиция была в очень нервозном состоянии Я про это уже давала какое-то интервью и рассказывала про это, что Все было вот через пень-колоду И все было сложно, то, что обычно проделывается достаточно легко и просто Ну, там, может быть, с небольшими заминками, да Ну, тут пропуск пресса через, как бы, там, телевизионные машины, да Там, вот, ну, там, провозки имущества для митинга Тут каждый раз, вот, до того, что вот есть обычная техническая стоянка, на которой стоят машины, да Организаторов Нам эти машины раз в четыре переставили с места на место Зачем это делалось? Там была куча места и все было, как бы, вот Ну, и вообще все, как говорится Невозможно было отыскать руководство То есть, каждый вопрос зависал Потому что, вот, с самого начала вся постановка была очень нервозная И мне кажется, что, может быть, и даже и Помимо, как бы сказать, того, что там, ну, вот Я не была возле ударника, да Когда там люди сели, и, как бы сказать, я не знаю, что там происходило Могу это цель, вы только сосло других людей, да Но вот то, что мне рассказывали Очень похоже, что изначально полиция как бы перестаралась Вот, они очень хотели чего-то не допустить Потому что там многие говорят, что вот, но заявка была только на пять тысяч Поэтому, значит, вам выделили его только на пять тысяч Но это понятно, почему была такая заявка Когда мы подавали, мы не знали, где будут репетиции военного парада Где будет стоять техника, какие площади останутся свободными И если бы мы подали, например, заявку на пятьдесят тысяч То, например, Курчинская площадь там не подходила бы, в принципе Ну, вот, и какие-то еще места Потому что в Москве, на самом деле, к сожалению, уже почти не осталось площадей На которых можно проводить большие мероприятия Вот, и даже вот в ситуации с тем, что пришло больше пяти тысяч Полиция считает, что восемь там, ну, оставила на них, да Они же все прекрасно знают, что нужно в этой ситуации делать Вот, я не была на мэрии, на переговорах У меня были другие дела, в этом я не работала На переговорах, когда вот обсуждали территорию Но вот те люди, которые там были, они говорят, что полиция говорила о том, что все останется так, как было двадцать четвертого Значит, это открытый сквер Это большее количество рамок Вот, и в результате, как бы, если бы полиция хотела, чтобы все прошло мирно Они были в первую очередь, должны были поняв, когда колонны только строились, еще там Они же там оценивали тоже И всегда есть старший по демонстрации, по там, и старший по митингу Потому что вот сразу, вот, шестого мая, я даже не, ко мне, даже не подходил старший по митингу И даже со мной не подписывали предупреждения Понятно, да? Вот, и как раз В этот момент, когда колонны только строились, еще же было полтора часа времени Можно было успеть раздвинуть, как бы сказать, отодвинуть рамки в сквере Можно было поставить людей на, как бы сказать, личный досмотр Но вот они делают это просто Когда не хватает рамок, они могут добавить за счет, как бы сказать, пуска через вот Ну, с помощью этого металла, ну, из какого-то, грустного Вот, это первое Второе, что меня поразило Вот, давайте сравним с 12 июня, да? 12 июня по ходу демонстрации были закрыты все магазины, все предприятия Были перекрыты подъезды, да? Люди выпускали только с паспортом и с досмотром, да? Вот, я не была на демонстрации Но опять же мне все рассказывают, что все магазины были открыты Даже если бы на рамках, а и на рамках пропускали Потому что, извините, меня, вряд ли люди смогли в этих магазинах купить фаеры Ну, понятно, да, там, что-то вот, что-то такое Вот То, что люди, которые там вот помогали на ногах, были на рамках, пытались помогать полиции Говорят, что полиция стала в основном палатки То есть на все остальное они мало обращали внимания Потому что вот, и, как бы сказать Я не могу, наверное Ну, я не буду, как говорится, говорить о том, что там люди, которые бы находились в толпе Там, ну, бери себя просто как ангелы, да, там никто ничего там не толкал, не Ну, понятно, не пытался там строить, как-то противостоять Но это же был ответ, это же был ответ Это же был ответ на это, как реакция людей Вот, когда людей давят, они волей-неволей начинают давить в обратную сторону Но вот сейчас, как вам кажется, власти заинтересованы с проведением расследований? Или у них цель закрыть политические характеристики по партии амбицированных побежений? Нет, мне кажется, к сожалению, власти не заинтересованы Потому что, ну, то, что происходит, да, вот Ну, вот мы знаем, что один из задержанных человек, там, с инвалидом, да, заикающийся, там, и так далее Потому что, ну, вот, его волку, если бы власти заинтересованы, то, что он явно должен был быть в отыскании, а не выездить, да Я говорю, хотя бы про него, вот Опять же... Участник парада, да, один из завистований Ну, да, то же, как бы... Судя по тому, что, там, вот, приходит информация, да, о том, что из них, там, пытаются, как говорится, получить показ... Они получают показания о том, что, там, вот, их призывал Навальный что-то делать, их призывали, там, другие лидеры что-то делать Ну, в общем, как-то, по-моему, так все члены Вам сегодня как-то дали понять, что еще каких-то объяснений придется ждут вас в распределении? Нет, вот, я была у следователя, который занимается четко, я так понимаю... Нет, я вот тут митико, я веду декабрь А здесь еще не была? Нет, там вот сегодня было объяснение о 24 декабря Ну, да, но вот сегодняшний следователь, он занимается четко, по-моему, ровно одни... Ну, по крайней мере, вот, он говорил только про дело, что какие-то граждане написали в прокуратуру о том, что Навальный на этих вот митингах 5 и 24 допустил какие-то, да, вот, экстремистские высказывания И вот он, вроде бы, занимается этим все Ну, вот, вам сказали, вы дали понять, что еще такое экспертизы? Нет, нет, нет Я ничего не говорю Я так бы, насколько я поняла, что, вроде бы, даже не усмотрено никаких экстремистских Было отправлено в прокуратуру, но прокуратура придралась к тому, что не опрошены заявители То есть, организаторы Еще раз уточните, это следственное управление в Балакиревском переулке, да? Ну, да, если, ну, да... Следственного комитета, правда Помещение следственного комитета в Балакиревском переулке, давайте так называть Ясно Ну, и последний вопрос, ваше отношение, как с Окупай Кристота, насколько вы считаете, это вообще надо проводить? Ну, вы знаете, я, наверное, как бы сказать, предел взгляда дела, что должно быть, что будет Вот, и в последнее время, там, вот, не только мне, но и многим приходит на ум Сцена из «Полета кукушки» Помните, когда он там вырывает от умывальника, там, потом, говоришь, что, по крайней мере, мы попробовали Вот, у меня сегодня был смешный вопрос Как, ну, там, пишите же, уведомление цельмитинга И он спросил, ну, как цельмитинга осуществилась? Ну, вот, ну, понятно, там, непонятно, совершенно непонятно, что отвечать на этот вопрос Понятно 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 У меня нет комментариев Потому что я не знаю Вот, и, ну, вот, мы сюда приходим не только, чтобы там, добиться какой-то цели Да, мы приходим поддержать людей Мы приходим, потому что нам подсказывает наша совесть Вот Вот Потому что многие, ну, там, ну, ну, наверное, мало что можем сделать, да, сейчас Вот Вот Но это не значит, что мы должны работать Ну, вы намерите какое-то время здесь оставаться Ну, я какое-то время здесь работаю, да Спасибо вам большое Надежда, скажите, пожалуйста, а упоминались там какие-то конкретные фразы, вроде «Я перегрызу глотку этим скотам» или «Будем здесь брать кремль»? Нет, 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 нет Какое вообще впечатление? Это дело, оно заказное, как 6 мая, или это именно проверяется чья-то инициатива? Ну, вы знаете, как все можете представить людей, которые побежали в прокуратуру, были на митинге, и после этого побежали, они даже были то услышать или где-то прочитать, и побежали специально писать Все-таки Вопрос только в том, возможно ли, что СК просто выполняет действие, которое он обязан по этому заявлению, но не имея какой-то цели репрессировать Навального Ну, знаете, если бы это вот заявление люди написали, ну, сразу после митинга, да, там, 5 или 24-го, если бы нас вызывали вот зимой, да, ну, понятно, тогда, как бы сказать, наверное, можно было бы говорить о том, что просто вот какие-то люди написали А, естественно, комитет, типа, про там, реагирует, или там, прокуратура реагирует, да, но это же происходит вот сейчас, события 6 мая, когда, наверное, под Навального и так мы все понимаем, что, в общем, как бы что-то там против него как-то явно затевается, не только против него, но там, против других людей Как считаете, с чем это связано? Связано ли это с его активностью ДМП или только 6 мая? Знаете, я все-таки участник солидарности и, честно говоря, не очень хорошо знаю, ну, не очень много знаю про дела Навального Ну, у меня не очень много времени, чтобы там все вычитывать, что можно вычитать Вот Там Там И еще один вопрос Кто-то из активистов движения Солидарность уже есть среди заключенных иерей, возможно? Нет А вот кого-то уже копают, утверждал он известно об этом? Как мы можем про это знать? Ну, нет, Илья Яшин, пожалуйста А, ну, понятно Вот Борис Немцов Угу А что касается Немцова, есть возможно, что он тоже будет подозреваемым? Угу Ну, значит, и... Я не знаю ответить на эти вопросы Понятно Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо